здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня обновление про мою собаку путона я приехала сейчас забрать его у ветеринара вот это вот ветеринарная служба находится она при сети зоомагазинов pets at home и мы зарегистрированы вот именно у этого ветеринара с момента аварии как бы с момента того как плутон ударила машина прошло три дня все три дня он был на специальном средстве называется медикам противовоспалительное мы три дня ждали чтобы спала гематома на хвосте и сегодня с утра мы пришли к к нашему участковому ветеринару при осмотре ему было больно когда трогали его хвост в основании хвоста некоторые рефлексы но мне кажется рефлекс там все были на в порядке но тетя засунула градусник ему в попу и его как-то это все очень напрягло потому что она через попу через анальное отверстие она ему осматривала там разрывы но ничего не было кровотечения нету все в принципе в норме но решили сделать рентген потому что ему очень больно именно когда его трогали у основания хвоста и мы оставили его на рентген рентген делался под анестезией полный и не оставила его где-то примерно в десять утра сейчас четыре часа уже вечера и мне позвонили сказали приезжайте забирайте при рентгене обнаружилось что у него одно из звеном есть перелом именно хвоста не знаю как на русском языке называется эта часть кости но собирается прописать на более сильные медикаменты чтобы все быстрее срасталась и чтобы ему было менее больно но впоследствии нам сказали что нам нужно будет к ортопеду обратиться слава богу что там ничего не будет типа как ампутации хвоста или что-то в этом роде поэтому я сейчас иду во внутрь и забираю путошу и приведу и покажу вам его стоим ждем когда путошу выведут что-то ожидание затягивается продолжаем ждать меня пригласили в отдельный кабинет и сейчас жду кто-то и он там будет на всю клинику я узнаю его голос вот сейчас мне принесут еще снимки хвоста потому что они не пришли попросил отдельные снимки хвоста я хочу посмотреть точно где перелом вот дополнительные лекарства принесли это плута воет слышите да ой мне же прям сердце сжимается я пришла за плута он там будет может слышно вам но это плута воет плачет бедная маляля чем так медленно там вот мы забрали платошу да платоша и молодец сказали ты хорошо себя вел то ты хорошо себя вел моя сладкая собака мою любимую собаку да скажи наконец-то мы да скажи наконец-то я домой поеду он там покушал говорят покушал а потом концерт устроил то со всеми разговаривал да скажи вот сейчас мне главный врач клиники ветеринар клиники показывал снимки к сожалению там снимать не получилось под хвост он такой как знаете как позвоночник до продолжение позвоночника и он состоит из нескольких позвонков и вот как бы по-моему 5 5 6 позвонок вот там вернее не позвоноком в хвосте вот эти вот позвонки вот он как-то в одном месте неестественно как бы прям преломляется сожалению я не могу не смогла не сфотографировать ничего но нам сказали что нужно понаблюдать потому что это место может срастись и все будет у него в порядке можно конечно пойти к ортопеду специалисту нам сказали что визит будет стоить полторы тысячи фунтов и вряд ли имеет смысл идти на такой потому что там на сети скан очередь на восемь недель и врач сказал что за восемь недель наш хвост уже заживет скорее всего и скорее всего уже ничего не случится но нам дали еще дополнительно порцию не такома чтобы мы дальше продолжали отпаивать по тушу и нам дали это знаете как человеческий вариант тремодола вот чтобы обезболивающие называется троллиф 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 вот такие вот таблетки нужно давать по полторы таблетки каждые 6-8 часов ну и наблюдать сказали другими собаками играть пока нельзя плавать пока нельзя только ходить пешие-пешие долгие прогулки и все на этом мы сказали из все у него заживет через сказали так что полностью такие места срастаются ну как бы до трех месяцев то есть но первые две недели нам сказали лучше пока не особо акт не активничать и там сейчас ветеринар начал рассказ мне что вот можете постепенно в течение там месяца до двух километров прогулку наращивать я так смотрю думаю москоп вы знаете дело в том что у нас мы обходим очень много и для плутуши два километра это это очень мало я просто знаю что это очень мало будет с ума сходить я не согласилась я не буду с ветеринар я не согласна с ветеринаром на два километра поэтому я буду смотреть сама по собаке по его самочувствия как он себя чувствует и как бы только исходя из этого я буду смотреть если ему хочется два километра ходить будет два километра ходить если не хочется хоть вообще не будет ходить но я сомневаюсь что два километра это знаете у нас утром прогулка составляет четыре с половиной километра четыре четыре с половиной километра и эта прогулка гарантирует что у меня собака течение будет как бы спать она уставшая будет то есть она хорошо прогулявшиеся и у нее не будет как бы не то что энергии вот этой прытия дури чтобы крушить дома что-то грызть ну на этом у меня все я надеюсь что мы теперь как бы узнали что конкретно там делается в хвостике у нас мы знаем примерно мы знаем точно в каком месте у него болит и почему почему болит и следовательно будем его больше опекать именно стараться не трогать за эти части тела его есть будем избегать пока прогулки с чужими собаками ну скажем так как с активными молодыми собаками которые хотят бегать и прыгать потому что ему будет больно на этом у меня все надеюсь вам понравилось наше видео такое вот обновление ставьте свои лайки делитесь нашим видео подписывайтесь на мой канал меня немного так отлегло от сердца но я буду держать вас в курсе процессы выздоровления потому что теперь это ну как бы пока затяжной процесс наверно на на месяца два точно будем регулярно вас вам рассказывать как себя чувствует платоша всем пока и до свидания